Дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал! Осеннее цветение, ноябрь на дворе, 25 число, цветут глоксинии. Конечно, много в этом году мы сделали для них. Все деревянные стеллажи убрали, переставили, переместили, поставили новое освещение, железные стеллажи, чтобы было выращивать еще лучше, еще удобнее. Они круглогодично, то есть и зимой нас глоксинии тоже могут радовать. Конечно, за это время, особенно сентябрь, растения мои перемещались во все разные комнаты, на подоконнике, куда было можно убрать и поставить. Поэтому есть моменты, что потянулись некоторые цветоносы, но я знаю, что эти сорта очень компактные и хорошо цветут. Давайте поближе посмотрим, какая же это красота. Новый мой сорт будет на 22-й год. Вот такой малиновый, просто бархатный цветок. Уже проверяется третья розетка. Цветок будет объемный, крупный, сам себя держит. Отлично, будет красота. Нужно будет имя придумать. Виха Цаца. Красавица просто, просто цветы шикарные. Только второй день открылся цветок. Вот этот уже дней 7 цветет. Вот такой окрас потрясающий. Красная кайма. Цветок прям красный. Немножко розетка здесь вытянутая, поэтому всегда мы смотрим, когда высаживаем клубни, когда пересаживаем детки, чтобы у нас розеточки вовремя не потянулись. Потом цветок все равно будет немножко подтягивать свой стволик. Вот здесь замечательно все цветет, растет. Короткий цветонос, сантиметров 8. Отлично держит бутон, поэтому создать условия. И все цветы глоксини с хорошими показателями цветут и крепко себя держат. Еэн, вишня в сахаре. Красавица. Я ее показывала зимой. По-моему, в январе она расцвела. Первый раз это уже из детки, поэтому тут немного цветоносов будет. Но потрясающий узор красивый. Белые лепестки усыпаны темно-малиновым крапом мелким. Цветонос тоже короткий, но он немного наклоненный, поэтому поставила подпорочку для видео. Еэн, марокканская принцесса. Маленькая детка, суперский сорт. Красивый цветонос, пока длинноватый, сантиметров, наверное, 15. Но мы ему придумаем другое место сейчас. Обязательно. Все уже стеллажи сделаны. Именно для глоксини с правильным расстоянием, поэтому будем ждать весеннего цветения. Ну что, цветок шикарный. Он примерно 9-10 сантиметров. Красота. Енверлиока тоже из маленькой детки. Цветок у нее крупный. Тоже зимой ее показывала. Паневалевская. Эта девочка у меня уже 10 лет. Вот такой у нее всегда короткий, крепкий цветонос. Широкая красно-розовая кайма. Внутри крап идет. Вот густой махровый цветок. Он небольшой. Сантиметров 8-9 бывает. Отлично она себя держит. Бутоны всегда вот такие наклоненные. Очень много цветоносов запускает. Она мне нравится. В коллекции всегда будет. Сорт Сад Аланья. Это просто красотень. Сначала она начала открываться. С зелено-желтым бутоном. Просто уже был восторг. Вот сейчас почти полное открытие. На четвертый день. Как она выглядит. Суперски. С чернильным крапом. Красивым узором. Из мелких крапинок по краю лепестков. Цветок объемный. Сантиметров 10. Короткий, крепкий цветонос. Розетка шикарная. Уже все листья разобрали. Поэтому один себе оставлю. Чтобы этот сорт поставить на фрагменты. К весне, чтобы были детки. Либо розетки. Очень красивая. Понравилась. Сорт Ейн. Счастье в ладошках. Тоже подвязала. Потому что высаживала. Уже с потянутым стволиком. Вот такая она. С желтой серединкой. И розово-красная. Кайма. Широкая по краю лепестков. Прям точно. Счастье в ладошках. Цветоносы у нее короткие, крепкие. Главное высадить вовремя. И тогда результат будет радовать все время. Дальше и тянется. Вот если он потянутый ствол, то он и будет тянуться. Нужно высаживать с крепким, коротеньким росточком. Моя КТ Милена. Вот он. Открывается огромнейший бутон. Это шестой день открытия. Красотка. 13 сантиметров в диаметре. Так и хочется ее срезать. И даже взвесить на весах. Конечно, она тяжелая. И свой даже короткий цветонос она ложит вниз. Складывает. Я ее подставила для съемки. Ну что, цветок потрясающего окраса. Густомахровый. Столько лепестков красивых. И еще одна розеточка. Уже цветут эти два цветка 14 дней. Вот. Какая красота. Огромные. Мы их тут и поднимали, все обсматривали. Мои мужчины не могли пройти мимо нее. Все время хотелось всем потрогать этот цветок. Даже роза в вазе у нас стоит 3 дня всего. В лучшем случае 5 дней. А такую красоту мы для себя можем вырастить на подоконнике. Любоваться почти вот уже 2 недели точно прошло. Еще эти цветы не увядают. И дальше продолжают цвести. И радовать своей красотой. Моя КТ Богема. Богема красавица. Вот она какая. Крупный цветок. Махровый. С волнистым краем. Рисунком. Узором. Красота. Все. Седьмая розетка уже расцвела. И это точно сорт. И еще покажу. Это. Йен роза нарнии. Вот я получила в сентябре. Большой клубень. Заказала. 6 сантиметров. Посмотрите сколько здесь цветоносов. Вот. Просто. Нескончаемое количество. Как она расцветет обязательно покажу. Три листа я уже сняла. Нижние. И вот такая она плоская. Красивая. Как расцветет у меня. Обязательно сделаю обзорчик. У меня прохладно. И поэтому глоксиния цветут. Именно такое количество времени. Если у вас будет теплее в квартире. То естественно цветы будут. Немного. Меньше цвести. 18-16 градусов ночью. В разных комнатах. В разных помещениях. И днем на стеллажах. Примерно 26 градусов. В комнате повышается температура. Это очень хорошо. Когда ты можешь прикрутить батареи. Либо где-то добавить. Чтобы и цветам. И тебе было хорошо. В жаре я как-то не могу существовать. Мне больше нравится прохладное содержание. Себя не стареешь. И цветы не стареют так же быстро. На этом все. Всем красивых цветов в доме. И до новых встреч. Дорогие друзья. Подписывайтесь на канал. Мастерская фиалки. И ставьте лайки. Нам очень приятно.